Австрийский футбол Уютный, небольшой, вписанный в городской ландшафт Ну а это болельщики и фанаты Зальцбурга Которые здесь, их команде предстоит очень сложная задача Они сами себя, я имею ввиду футболистов Зальцбурга В эту западню привели Им нужна только победа И при этом необходимо, чтобы в параллельном матче Штурм, который сейчас лидирует в турнирной таблице Не победил на выезде Ласк Появляются команды на поле Про турнирную расклады я расскажу уже и напомню Думаю, вы их знаете, но все же кто-то может быть не в курсе Напомню по ходу встречи А пока давайте поприветствуем вместе со зрителями команды на газоне И перейдем к стартовым составам Хартберг в воротах Рафаэля Заленгер под первым номером В обороне Мануэль Пфайфер 20-й Михаэль Штайнвендер 12-й Пауль Компош 14-й Юрген Хайль 28-й Тобиас Гайнс в оборной зоне 23-й 37-й Максимилиан Филафер 45-й Мамадус Ангаре 27-й Доминик Брокоп 33-й Доминик Фризер И на острие атаки под 10-м номером Донис Авдеяй Главный тренер Хартберга по-прежнему 50-летний Маркус Шот В отличие от Зальцбурга здесь никаких перестановок в тренерском штабе не было Да и незачем Хартберг сейчас делит 4-ю и 5-ю строчку Вполне возможно, что сыграет в квалификации Лиги Европы команда Именно поэтому болельщики на трибунах, как вы видите, рядом с полем за боковыми портиками стоят Кто-то из окон наверняка смотрит Ну а нам представляют судейскую бригаду Алан Кияс Главный арбитр сегодня, 37-летний на ваших экранах по центру Помогают ему Штефан Кюр и Мануэль Мюрер Ну а это капитаны команд Сегодня Юрген Хайль, капитан Хартберга И Лука Сучич, капитан Рэдбула Проводит сейчас жеребьевку Сучич молодой, 21-летний футболист, но уже капитан Хайлю, 27 лет Маркус Гаметар сегодня отвечает за ВАР И помогает Алану Киясу в случае спорных эпизодов Состав Рэдбула из Зальцбурга в воротах Тимо Хорн У него сегодня день рождения 31 год исполняется немецкому вратарю под 13 номером В обороне Дауда Гиндо, 29-й Страхиня Павлович, 31-й Самсон Байду, 6-й Флавиус Данилюк, 25-й Мамади Диамбу, опорник под 15-м номером 30-й Оскар Глух, 10-й Лука Сучич Секу Койта под нападающими под 20-м номером И в нападении Карим Канате, 19-й Роко Шимич, 23-й Исполняющий обязанности главного тренера Рэдбула Онур Джинелла Меньше месяца назад, 15-го апреля Он занял эту должность Расскажу сейчас вам про, напомню точнее, результаты Неутешительные результаты Зальцбурга Ну а пока ждем начала матча Залли, по тему, советские бортери Расскажу сейчас Продолжение следует... Спасибо. Зальцбурга 23 у штурма и вот тут-то началось. Зальцбург как будто подменили в последних, чтобы вы понимали, 7 матчах с учетом Кубка Австрии, где в полуфинале Зальцбург 4 апреля проиграл штурму 3-4. Так вот, в последних 7 матчах, 6 матчах чемпионата и в одном матче Кубка всего одна победа, 2 ничьих и 4 поражения. Если брать чемпионат, то последний раз Зальцбург побеждал 3 недели назад, 21 апреля, Аустрию Клагенфург. Правда, потом, спустя 3 дня, ей же уступил. Потом сыграл ничью со штурмом, уступил Рапиду и в последних 3 матчах набрал всего 1 очко. Так что интрига сейчас не только в мир российской премьер-лиге, кто станет чемпионом, но и в чемпионате Австрии. Возможно, впервые с 2013 года в Австрии будет новый чемпион, потому что, как вы помните, последние 10 турниров выиграл именно Редбул. В 2013 побеждала Аустрия из Вены, ну а штурм, который сейчас идет на первом месте и может стать чемпионом уже сегодня, если в параллельном матче обыграет Ласк, штурм может стать чемпионом впервые с 2011 года. Посмотрим, будем сообщать о результатах параллельных матчей. Это сделано специально. Как вы понимаете, сейчас 4 очка разделяют штурмы Редбул. 40 очков у штурма, 36 у Быков из Зальцбурга. И поэтому сегодня нужна только победа команде Онура Джинелла. И при этом им необходимо, чтобы штурм либо проиграл Ласку в лучшем случае, либо сыграл ничью. Если команда из Граца победит в Линдсе, в Австрии будет новый чемпион впервые за 11 лет. Ну а у нас самое начало встречи. Позвольте представиться. Вместе с вами за событиями в Хартберге наблюдает Виталий Мазаев. Думаю, не нужно никому объяснять, что Хартберг в синем, Редбул в белом. Это отображено и на графике, где вы видите счет в правом верхнем углу экрана и время первого тайма. Это понятно, в принципе, не так, если вы следите за футболом. Даже не настолько пристально за австрийской Бундеслигой. Просто наверняка знаете, что цвета Редбула по всему миру, будь то Редбул Баргантина в Бразилии, будь то Редбул РБ Лейпциг, будь то Редбул Зальцбург и другие команды этой компании, всегда играют в цветах красным и белым. Ну что ж, Редбул сразу же пошел с места в карьер в атаку. Хартберг пока еще за вот эти две минуты ни разу не перешел на половину соперника. Но, как показывает практика, это и не нужно. Зальцбург уступил, как я сказал, 5 мая неделю назад Рапиду в гостях 0-2. До этого сыграл в ничью со штурмом дома 2-2. Но, правда, штурм-то тоже еще в прошлом туре мог отрываться на 6 очков. И тогда бы, пиши, пропало Зальцбургу. Но именно Хартберг не дал себя обыграть в гостях. При этом играли футболисты из Хартберга и сыграли в ничью 1-1. Так что команда крепкая. Команда, как я уже сказал, несмотря на то, что не настолько известна, как Редбул, Штурм, Ласк или Рапид с Аустрией. При этом Хартберг имеет сейчас хорошие шансы на то, чтобы квалифицироваться. Ну, не то, чтобы в основной турнир, а попробовать себя в квалификации Лиги Европы. Ну, а Зальцбург, напомню, если займет вторую строчку, то будет играть в квалификации Лиги Чемпионов. В принципе, тоже не все потеряно. Но первое место, во-первых, дает титул чемпиона страны. Во-вторых, путевку сразу же в основной турнир, в групповой этап Лиги Чемпионов УЕПА. На ваших экранах Маркус Шопп, 50-летний главный тренер Хартберга. Он урод Джинелла, я думаю, нам тоже покажут. Он помоложе, ему пока что 38 лет. И очень много он работал с молодежными командами и в Австрии, и в Германии. Атака Хартберга. Пока что все спокойно. Страхиня Павлович Мяч убивает на половину поля соперника. И здесь бежит, бежит, бежит Карим Канате, но очень спокойно играет Рафаэль Заллингер. Галкипер Хартберга, за что получает заслуженные аплодисменты. Вот трибун, который сегодня под завязку, и как мы уже с вами отмечали, даже по периметру футбольного поля за бортиками. Как это часто бывает, вот такая романтика провинциальных городов, романтика провинциальных клубов, где все друг друга знают. Вот население Хартберга 6500, а здесь я не понял, нам показывали пока повтор, то ли Перекладина, то ли Тима Хорн вступил в игру. Не очень удачная работа австрийских режиссеров трансляции, которые, по-моему, самый опасный момент нам не показали, и сейчас в спешке наверняка ищут. Это Донис Авдияй. Не было никакого положения вне игры, обработал мяч грудью, пробил из-за пределов штрафной, и штанга спасает ворота Рэдкула. Вот так, на пятой минуте. Казалось бы, в безобидной ситуации не дотянулся здесь Тима Хорн. Мяч еще так предательски подпрыгнул от газона. Конечно же, сегодня на контратаке будет рассчитывать Хартберг, и как мы видим по этому эпизоду, это достаточно грозное оружие в арсенале хозяев поля. Авдияй на газоне, говорит Мамадиди Амбу, что он не трогал немца с косовскими корнями, но, как мы видим, трогал, и вот этот термин «наступ», который все чаще и чаще используют мои коллеги, спортивные журналисты, в описании того или иного эпизода, связанного с нарушением правил, сейчас как раз-таки этот самый наступ и совершил Мамадиди Амбу, штрафной удар. Быстро разыграли футболисты Хартберга. С Авдияем все в порядке. Авдияй одна из главных звезд команды. Если мы будем говорить вообще про Хартберг, конечно же, команда небогатая. Общая стоимость состава менее 12 миллионов евро, но вот есть такой Максимилиан Энтруп, который стоит полтора миллиона, и Донис Авдияй, пришедший прошлым летом свободным агентом из Цюриха, 800 тысяч евро. Смешные, конечно же, деньги, особенно на фоне переходов и трансферных стоимостей крупных клубов, но какие есть. Конечно же, «Рэдбул» гораздо богаче. 225 миллионов евро стоимость «Рэдбула». Самый дорогой игрок – это Страхинья Павлович. 25 миллионов евро, то есть один Павлович стоит больше, чем два Хартберга, но при этом «Рэдбул» совсем не окрыленно, если вспоминать слоган компании, играет в последних матчах. Вот действительно большой вопрос, что произошло после зимней паузы, после того, как регулярный сезон закончился и начался чемпионский плей-офф. Поменяли мяч, по мнению игроков Хартберга, предыдущий, видимо, пропускал воздух. Подача в район 11-метровой отметки. Нет, здесь все спокойно отработали защитники Зальцбурга и вынесли мяч подальше из своей штрафной. Глух запускает по левому флангу вперед Карима Канате, и что дает бороться Алан Киас. Арбитр встречи, хотя, на мой взгляд, Ивуарец нарушал правила. У Зальцбурга поразительно молодая команда, вот прям-таки непростительно молодая, средний возраст игроков 22,5 года. Но, я думаю, вам известно, что Зальцбург работает как такой фарм-клуб, как, можно сказать, академия, и отсюда раз за разом уходят в крупные клубы за серьезные деньги молодые игроки. Так вот, 22,5 года средний возраст, это при том, что сегодняшний именинник, голкипер Тимо Хорн, которому 31 год, серьезно, как вы понимаете, портит статистику. Все остальные игроки, кроме еще Секу Койта, который родился в 99-м году, и ему 24 года, все остальные 9 игроков Рэдпула родились в 21-м веке. Ну, просто подумайте, да, страшно звучит. Хартберг постарше, 26 лет ровно, средний возраст команды, но все равно достаточно молодой клуб. А тогда в обороне у Зальцбурга Доуда Гиндо 21 год, Самсон Байду 20 лет, Страхиня Павлович 22 года, Флавиус Данилюк только-только исполнилось 23 года 27 апреля. Это я к чему? То, что молодость это здорово, молодость все простит, но не простит ошибки в обороне. И на это многие обращают внимание, то, что не хватает опыта в каких-то эпизодах таким парням, как Самсон Байду, которому всего 20 лет, как вы понимаете, и не было у него еще таких серьезных соперников. Хотя уже 8 миллионов евро стоит Самсон Байду. Гиндо. Сразу три Малийца в составе Рэдбула. В стартовом сегодня Доуда Гиндо, Мамади Диамбу и Секу Койта. И еще Нене Доржелес на замене. Ну а что касается австрийцев, то в составе Зальцбурга в стартовом всего один австриец, и тот не этнический. Самсон Байду как раз-таки имеет австрийское гражданство, но, как вы понимаете, родители у него выходцы из Африки. Все остальные легионеры. А вот у Хартберга наоборот. Всего два легионера в составе. Это Донис Авдияй и Мамадус Ангаре. Тоже, кстати, Малиец. А остальные 9 игроков представляют Австрию. Вот такие две разные команды сегодня встречаются. Разные во всем. В бюджете, в возрасте, в происхождении. И от того, возможно, даже невозможно, а точно, я думаю, более интересно наблюдать за этими противоположностями, которые не притягиваются, а пока что присматриваются друг к другу. Одиннадцатая минута. Хорошая погода сегодня в Хартберге. Днем был 21 градус тепла. Сейчас наверняка чуть похолодало, но в штрафной также горячо. И вот он, первый мяч. И вот он, первый мяч, и забивает его Роко Шимич. Двадцатилетний нападающий из Альцбурга. Вы хорошо наверняка знаете его папу. Но папу уже в прошлом. А Роко Шимич это настоящее хорватского футбола. Дарио Шимич. Это его отец, известный хорошо по выступлениям за Интер и Милан, за сборную Хорватии, бронзовый призер чемпионата мира 98-го года. Ну а здесь подобедал Роко Шимич и поймал. Не то чтобы на ошибке Рафаэля Заллингера. Заллингер не видел момент удара. Вот здесь смотрите, как Глух отдает передачу. Удар. Заллингер-то среагировал на этот удар. Но не смог поймать мяч. И один абсолютно был Роко Шимич. Забивает. Двадцать третий номер Зальцбурга. И происходит это на одиннадцатой минуте. Достаточно быстрый мяч. Ну как вы понимаете, Рэдбул прижат к стенке. Ему обязательно надо забивать пятый гол в сезоне для Роко Шимича. Но я думаю, это последнее, о чем сейчас думает хорватский форвард Рэдбулла. Продолжает натиск. Еще один удар. Вновь вступает в игру Рафаэль Заллингер в кошачьем прыжке. Достает мяч из левого нижнего угла после удара Секу Койта. Но решили не отходя от кассы. Пока клюет, что называется, идти в атаку и бить поворотом. Игроки Зальцбурга. Игроки Зальцбурга угловой будет подавать Оскар Глух с левого фланга. Это не Глух, прошу прощения, это Лукас Учич. Капитанская повязка меня поправила. Крутил в ворота и от перекладины мяч уходит за пределы поля. Но судя по тому, что еще раз будет подавать угловой Лукас Учич, коснулся мяча Рафаэль Заллингер. Да, так оно и есть. Смотрим еще раз. Вот такой сухой лист хитрый 21-летний Хорват исполнял. Но один Хорват сегодня уже забил. Смотрим, что придумает другой. Подача на ближнюю. Выносит мяч подальше от ворот игроки Хартберга. Недоволен Маркус Шоп. Но впереди еще очень много времени. Зная, сколько в Австрии могут теоретически прибавить и к первому, и ко второму тайму, я думаю, что Хартбергу не стоит расстраиваться. Но при этом стоит сконцентрироваться и собраться. Потому что пока что преимущество игровое у Зальцбурга. Это понятно, он изначально фаворит, но в последних матчах, так сказать, потерял доверие болельщиков. В связи с тем, что не по-чемпионски отнюдь играет Red Bull Зальцбург. Вот такой сезон. Гегемоны скинуты со своих пьедесталов. Bayer проделал это с Баварией. В мир Российской премьер-лиги тоже. Зенит в подвешенном состоянии. Хотя еще кому три, кому два матча. В Австрии Red Bull Зальцбург может остаться уже сегодня. Без титула Спортинг в Португалии. Тоже всего лишь третий раз в 21 веке стал чемпионом. Ну и посмотрим, что в АПЛ. Там тоже все интересно. Так что сезон прекрасный во всех европейских чемпионатах. Ну а здесь очередной угловой. И теперь уже с левого фланга будет подавать Лукас Учич. Высокая подача на дальнюю штангу. Даже туда к линии штрафной. Борьбу в воздухе выигрывает, казалось бы, игрок Red Bull. Но скидка точно и не получилась. Здесь только Мамади Диамбу и Тимо Хорн выходят из штрафной площади. Ну, конечно же, хочется сегодня главным подарком на день рождения Тимо Хорну. Во-первых, оставить свои ворота в неприкосновенности. Ну, а во-вторых, победить. Команда уже гол забила. Теперь дело за Хорном закончить с нулем пропущенных. И тогда Зальцбургу даже и забивать еще раз не придется. Ну, а здесь прекрасная по замыслу передача с левого фланга на набегающего Шимича. Но при этом, как мы видим, судьи фиксируют положение вне игры. Треть первого тайма позади. Вот, знаете, как только забил Шимич, сразу появилось солнце. Уж не знаю, верить ли в какие-то знаки природы или нет. Но так смотреть гораздо интереснее. Так я имею в виду с уже забитым мячом и с яркой, зеленой, сочной такой летней картинкой, которой так не хватает, я имею в виду, лета в нашей стране, в России. Где-то наверняка на юге оно и есть. Но если говорить про Москву, европейскую часть страны, Сибирь, то пока что не до лета. Причем во всех смыслах. Не до лета и не до лета. Глух по левому флангу. Здесь Юрген Хайль выбивает мяч за боковую. Будет бросать. Доудагин-до. Павлович. Куда только не зват или в этом сезоне страхинью Павловича. Да даже не то, что в этом, а в прошлом еще сезоне. Назывались и клубы английской премьер-лиги, и даже Барселона. Но, как мы знаем, надо делить такие слухи не то, что на два, а на двадцать два даже. Пока что страхинья Павлович имеет контракт с Редбуллом. Хартберг приуныл как-то за вот эти последние десять минут, еще до пропущенного мяча. Помните удар Авдеяя в штангу. Так здорово все начиналось. И вот после того удара мы чуть ли не первый раз сейчас видим хозяев поля на чужой половине. Хайль через центр. Хороший перевод налево. Подключается к атаке с Ангаре. Находит Прокопа. Прокоп ошибается. Глух отдал в борьбу, но какой-то не растерялся. Надо бежать. Ну, почему-то не бежит Карим Канате. Видимо, потому что понимает и вуарийц, что этот мяч ему не догнать. Копош перепасовываются друг с другом. В защитнике Хартберга. И достаточно высокая линия прессинга сейчас у Рэдбула. Как мы видим, встречают аж у чужой штрафной соперника. Запеченный он у Раджинелла. Ну, а Хартберг на то и рассчитывает. Хочет вытянуть на себя игроков Рэдбула. А затем длинной точной передачей обрезать сразу нескольких футболистов-соперников. Пока что не получается. Пока что наоборот потеря. И здесь мог быть выход 3 в 1. Канате. Выкручивал. На дальний удар штанга. И... Ну, там игра рукой. Игра рукой. Усику Койта. Показывает Койта. Шимичу, почему ты мне не скинул? Я бы точно отправил второй мяч в сетку. Вот он, он у Раджинелл со спины. Посмотрите, какой здесь обрез, да, произошел. Если бы, кстати, прошла передача, было бы положение вне игры. Но и здесь можно еще раз посмотреть, было оно или нет. Прекрасно нашел Шимича. Канате. И, ну, здесь Койта неправ. Потому что в такой ситуации Шимичу было проще действительно пробить поворотом, чем пасовать назад. Так голову не вывернешь и не выкрутишь. Двадцатая минута первого тайма. Хартберг, Рэдбул, Зальцбург. 0-1. Вновь высочайший прессинг. Ну, видимо, это... Установка Аонура Джинелла. Просто не давать кислорода. Игрокам Хартберга вопрос только, есть ли силы. Но это вопрос уже другой. Потому что, если хочешь стать чемпионом одиннадцатый год подряд, необходимо через «не могу» играть, прессинговать, забивать. И сейчас мы видим, что настрой Зальцбурга запредельный. Пытаются доказать болельщикам, и я думаю, в первую очередь себе, что это одно очко в последних трех матчах чемпионата ничто иное, как недоразумение. Выбивает мяч Файфер за боковую. Ну, а вот как сейчас выглядит турнирная таблица в режиме реального времени. Все потому, что Ласк в параллельном матче пока что выигрывает у штурма 1-0. Таким образом, пока что до минимума сокращается отставание до одного очка. Пока что все к этой минуте в пользу Зальцбурга. И сами уже забили, и штурм пропустил. Но играть еще очень много. И футбол, как мы знаем. Особенно в этом, опять же, сезоне нас приучили и «Байер», и «Московская Динамо». К тому, что компенсированное время в него все только начинается. Хорошая передача за спину. И здесь прочитал этот замысел Рафаэль Заллингер. Вышел из ворот в голкипер Хартберга и вынес мяч куда подальше. Данилюк бросает из-за боковой. Шимич. Глух. Вопрос на Шимича. Но здесь должен играть Михаэль Штайнвендер. И он играет, отправляя мяч на второй ярус трибун. 24-летний защитник Хартберга. Из-за боковой еще раз бросает Данилюк. Напомню, Флавиус Данилюк арендован Рэдбулом из Салернитана. И вернется в Салернитану. Но, правда, останется там или нет, напомним, Салернитана в серию П итальянскую вылетела. Уже точно. И поэтому есть ли смысл там оставаться. Учитывая, что Рэдбул, ну, с большой вероятностью, как минимум, в квалификации чемпионов сыграет. Салернитана там точно не сыграет. Половина, тем временем, половина первого тайма позади. По-прежнему 1-0. Впереди Рэдбул Зальцбург. Единственный мяч на 11-й минуте забил Роко Шимич. Ну, а, кстати, если мы заглянем немножечко в будущее, да, и посмотрим, с кем же сыграет Рэдбул в заключительном 32-м туре. Это будет Ласк дома через неделю. Ласк, с которым сейчас играет Штурм. И пока что, как мы видели в этой графике, уступает. Ну, а Штурм будет закрывать сезон дома матчем с Аустрией Клагенфурд. Это наилегчайший. С точки зрения турнирной таблицы соперник, который может попасться лидеру, коим является Штурм. Штурм идет на шестом месте, Клагенфурд... Ой, прошу прощения, Штурм идет на первом месте, Штурм... Клагенфурд на шестом. Атака Хардберга тем временем так веером раскрывалась, но здорово здесь сыграл Гиндо в подкате и перехватил эту передачу. 25 минут позади, но вот не получается пока что контратаки у Хардберга, как не стараются, подопечные Маркуса Шопа. Вот сказал я эту фразу, как не стараются, и понял, что пока что не стараются совсем. Не настолько грозен и могуч Рэдбул, как его молюют, но Хардберг ничего не может. Пока что нет никого, кто мог бы на себя примерить функционал плеймейкера и стать таким диспетчером команды. Но вот сейчас здорово пытались выйти по левому флангу хозяева поля и выходят. Пока что перешли половину поля, перевод направо. Но куда такие переводы? Даже у банков праздники, переводы работают быстрее и точнее. Намекают, нам не было ли здесь игры рукой, но вроде бы все чисто в действиях Гауды Гиндо, который на ваших экранах бросает из-за боковой. Через вратаря играет Хардберг, Заленгер. Заленгеру 28 лет, опытный голкипер. Но уже пропустили. Неудобная передача. И в итоге опять обрез, опять перехват. И 2-0. И 2-0. Но сами себе. Сами себе игроки Хардберга придумывают эти приключения. А Red Bull рад ими воспользоваться этими самыми возможностями. Анур Джанел отбивает 5 представителей тренерского штаба. Фанаты радуются, но смотрим, кто здесь. Хайль. Ну, правда, Хайлю самому пришлось дотягиваться до этого мяча. Прекрасная передача Гиндо на дальнюю штангу. И Карим Конатэ не из первого, так и со второго раза. Вот здесь подставили, конечно, Юргена Хайля. Мяч потеряли. Ну, а дальше в касании. Раз, два, три. Тик-так-доу, как говорят. На западе. Шик-шак-шок, как говорят в соцсетях. Карим Конатэ, 17-й гол в сезоне у 20-летнего нападающего Red Bull. 2-0. Карим Конатэ сейчас стоит 15 миллионов евро. Проверяет Варр этот момент. Не было ли там положения вне игры, по-моему, ничего там не было. 2-0, да. Ну, и если говорить про Карима Конатэ, то он воспитанник Зальцбурга. И уже заигран за сборную Кот-де-Ивуара. Обладатель Кубка Африканских Наций, прошедшего в начале этого года. 14 матчей, 2 гола в составе сборной Кот-де-Ивуара. И теперь 46 матчей, 22 гола в составе Red Bull. Угловой разыгрывает Хартберг. Отбиваются быки. Ну что ж, по такой игре не должно возникнуть сложности и проблем, если Хартберг ничего не изменит, то Зальцбург может спокойно вот так раз в 15 минут проводить результативные атаки, контратаки и делать счет и 3, и 4, и даже 5-0. Просто, знаете, так путнично, как на работу сходить. Пока что все так получается у гостей в этом матче. Потеря. Вот ратака Хартберга, но уже успевают отскочить в оборону игроки в белой футболке, в белых футболках. Шимич, он один на правом фланге. И что здесь фиксирует Лайнсман? Нарушение правил. За что ему аплодирует он урджинер. Полчаса времени позади. И там, кстати, Штурм сравнял. 1-1 в матче Штурм Ласк. Точнее, Ласк Штурм. Только-только сравняли в гости. Авдеяй. Штрафной соперника. Смещается в центр. Удар. Вот он, первый удар. Из штрафной площади. Второй удар в матче. И автор обоих ударов Донис Авдеяй. Сначала попал в штангу. Сейчас так обошел Самсона Байду и Флавиуса Данилюка. Но пробил очень не точно. Ворота были для него перекрыты. Редпул самая забивающая команда Австрийской Бундеслиги. Теперь уже 64 мяча в 31 матче. Больше двух голов за игру. Отгружает лидер австрийского футбола последних 10 лет. Но при этом меньше всех пропускает Штурм. А сейчас не проходит эта передача в исполнении Сангаре. Отбивается Редбул. И сам бежит в контратаку. Сучич в центр. Не точная передача. И поскальзнулся здесь Доуда Гиндо. Вот перед матчем. Не знаю попало ли это в трансляцию. Видели ли это вы, уважаемые телезрители. Обильно так поливали газу. Профертили арены. Харддрог-то возможно привычат игроки Харддрога к такому состоянию покрытия. А вот гости уже не первый раз подскальзываются и падают. Вот сейчас кстати поскальзывался и игрок Редбул. Как бы подтверждая мои слова, что газон скользкий. Скользкий. Авдеяй убегает по левому флангу. Семенит, семенит немец боснийского происхождения. Но некому отдать мяч. Ждал подкрепление 10 номер Харддрога. Не дождался. И в итоге пришлось играть через оборону. Пас на леву надо отдать Авдеяю. Но слишком читаемо даже я это увидел из своей квинтаторской кабинки. Поэтому десятка Харддрога решил сыграть по-другому. Быстрее, быстрее, быстрее вы слышали, да, уж немецкое слово Шнеля, я думаю, знают многие. Я думаю, здесь обращался Маркус Шоп к своим подопечным, чтобы они быстрее освобождались от мяча, отдавая его партнерам. Не будет здесь углового. Сыграл на выходе Тимо Форн. Пока что сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Сегодняшний именинник 31 год, напомню, исполняется немецкому вратарю Red Bull. 2-6 по ударам в пользу Зальцбурга. 4-0 по ударам в створ в пользу Red Bull. Но при этом владение мячом на стороне Харддрога. 54 на 46, как мы видим. Однако, как всегда, процент владения мячом ничего не решает. И наоборот, лишь подтверждает тот тезис, что команда, которая проигрывается, зачастую чаще владеет мячом. А вот и сейчас хорошая возможность у Харддрога. Здорово разыгрывают, но не попадает в ворота Мамаду Сангаре. И вновь вот таким веером раскрывалась контратака хозяев. Авдеяй подключил Доминика Фризера. Фризер покатил дальше. У Сангаре было неудобно. Но так вот внешней стороной стопы левой ноги шведкой пытался выкрутить Малиц мяч в створ в ворот Тима Хорна не получилось. Но это было действительно сложно в такой ситуации сделать. 10 минут еще играть в первом тайме. Ну, давайте пофантазируем немножечко или поупражняемся в прогнозировании, сколько добавит Алан Кия, с которого вообще, в принципе, не видно, да, в первом тайме. Не так много у нас нарушений, желтых карточек тоже до сих пор не показал главный арбитр никому. Ну, вот пока что вот это падение Шимича сейчас одно из первых, да, вообще в матче. Пауз, одна из первых пауз. Поэтому я думаю, что минуту, ну, максимум 2 минуты добавит Алан Кия больше пока что, да. Да, впереди еще может все что угодно произойти, но пока что не за что добавлять больше. Лавиус Данилюк ждет разрешения, чтобы вводить мяч в игру. Сучич. И вот налево Гиндо катит набегающему Павловичу. Павлович, какой перевод-то точный выполнил центральный защитник Рэдбулла на секу Койта. Койта в створворот не попал. Павлович под прессингом спокоен. Сербский защитник. Сейчас он с мячом. Пойду. Павлович. Павлович. Держит мяч игроки Рэдбула. Есть свободные зоны Данилюк. Хочется использовать стандартное клише. Игра успокоилась, но здесь Канате прекрасно, прекрасный дриблинг демонстрирует. А вот чего не скажешь про его товарищей по команде. Которому этого самого дриблинга, в частности он скоро Глуху не хватило. Опять потеря, опять. Сами же отдают мяч игроки Хартберга перед своей штрафной площадью. Глух не попадает. Створворот. Как прошла эта передача, да, и как же здесь здорово разобрался Карим Конате. Прокинул мяч между ног Паулю Компашу. Ну а здесь Глуху просто на таран шел, не получилось. Сангаре. Не могут преодолеть вот эти барьеры прессинга игроки Хартберга. И вот лишь такие спонтанные контратаки в их исполнении украшают этот матч. Но до удара дело не доходит в очередной раз. Шимич. Куэйта. Партнер Сику Куэйта и решил попридержать мяч. Это было правильное и взвешенное решение. Сучич. Глух. Киндо. Пойду. Данилюк. Ну вот так прокатили, да, слева направо. Практически все защитники, кроме разве что Страхини Павловича, поучаствовали. В этой комбинации. Шимич. Неточная передача. Но здесь опять сейчас изобретают что-то игроки Хартберга. Юрген Хайн скидывал мяч головой. Кому, зачем, непонятно. Павлович, очередной заброс. И даже это удар поворотом. В исполнении Рока Шимича серп навесил на Хорвата. Последняя пятиминутка первого тайма. Хартберг в атаке. Удар. И гол. Вот так. 1-2. Все же Тима Хорн в свой день рождения пропускает. И забивает тот, кто этого больше всего хотел. Тонис Авдеяй. Первый удар в штангу. Второй мимо ворот. Третий в сетку. 1-2. Есть проблема в обороне Рэдбула. Уж не знаю, только ли в молодости дело. Но как же здесь легко Авдеяй освободился от двоих. Пробил из-за пределов штрафной. И Тима Хорн не справился с этим ударом. Боснийского немца. Немецкого боснийца. Как угодно. Но счет сокращается до минимума. Отставание Хартберга. 11-й гол в сезоне у Дониса Авдеяя. 1-2. Уже три забитых мяча в первом тайме. На радость всем болельщикам. На радость всем любителям футбола. Рэдбул пока что ведет. Но напомню, если сегодня играет в ничью. В Сальцбург, то уже точно чемпионом становится штурм. Вне зависимости от результата матча в Линдсе. Где Ласк принимает команду из Грац. Хартберг сейчас, конечно же, испытывает эмоциональный и психологический подъем. Идут в атаку хозяева поля. Хайль. Перевод хороший. Диагональ на левый фланг. А вот здесь немножечко поспешил. Игрок Хартберга удар. За пределы штрафной и угловой. Будут подавать на 43-й минуте. Подопечные Маркуса Шопа. Хартберг в случае поражения опустится на пятую строчку. Пятая строчка это квалификация полиции конференций. Об этом пока думать рано. Еще даже первый тайм не сыгран до конца. Итак, подача с левого фланга. Удары. Фангаре не точен на подборе. Но вот этот удар или скидка на дальнюю штангу была великолепной. Коноте. Контратака Рэдбула. Бежать надо Шимичу. Но нет, здесь Заллингер все читает и все контролирует. Хорошую концовку подарил нам Хартберг. И ждем. Через минутку примерно резервный арбитр должен показать сколько Аллан Киас добавил к основному времени первого тайма. Я думаю, что не больше двух минут. И начинает уже высоко прессинговать Хартберг. Чего не было в предыдущие 40 минут. Здорово Хайль бросает, пользуясь тем правилом, что при воде мяча из боковой офсайда быть не может. Глух. Кунатор. Ой-ой-ой-ой-ой. Койта. 3-1. Ну как же так? Сику Койта пяткой забивает. Пустые ворота. Показывают нам Мануэля Пфайфера. Показывают Рафаэля Заллингера. Давайте еще раз разберемся, кто же там виноват. За счет чего произошла голевая атака. Пас из глубины. Пролетел. Да, здесь мимо мяча Пфайфер. А Заллингер просто не ожидал. И когда он вышел из ворота, этого уже только и ждал Сику Койта. Вот здесь. Видите? В полупозиции. В итоге Заллингер легко его перебрасывает. Малиец. И забивает свой очередной гол в сезоне. Передача. Оскара глухо. Отмечаем ее. Но все же я думаю, что даже такая хорошая передача была бы просто передачей, а не голевой, если бы не пролетел, как немецкий, точнее австрийский экспресс Мануэль Пфайфер мимо 20 номера Рэдбула. Всего одну минуту добавляет Алан Киас. 3-1. У нас шестой гол Сику Койта в сезоне. 3-1 в матч. Ну что ж, Зальцбург тут же восстановил Реноме. Всего 4 минуты. Из пропущенного гола. Разница еще темной встала. Плюс 2 для гостей. Тайль. Направо. Кидер. Встекает. Минуту добавленная, но я думаю, что чуть-чуть даст переиграть Алан Киас, учитывая, что было празднование гола. Мяч возвращался на центр. А вот и нет. Пунктуален, как все немцы и австрийцы. Алан Киас 3-1. После первого тайма в матче 31-го тура австрийской бундеслиги Гартберг дома уступает. Рэдбул и Зальцбурга нам показывает Рока Шимича. Именно он открыл счет на 11-й минуте. Затем Карим Канате удвоил преимущество гостей. Донис Авдия и на 41-й минуте сделал счет 1-2. И Секу Койта буквально пару минут назад 3-1. Отправляемся на перерыв и ждем с нетерпением тайма второго. Вместе с футболистами возвращаемся на газон арены в Хартберге, где вот-вот начнется второй тайм матча 31-го тура австрийской бундеслиги. Хартберг принимает Рэдбул Зальцбург. Хартберг уступает 1-3. И вот два игрока, которые отличились в первом тайме на ваших экранах. Донис Авдия и Рока Шимич. Напомню, что Зальцбургу необходимо только побеждать. Нужна только победа. В противном случае Штурм, который играет в параллельном матче на выезде с Ласком, станет чемпионом Австрии. Впервые, начиная с 2013 года, выиграет не Рэдбул в таком случае. Но пока что, пока что Рэдбул побеждает 3-1. Благодаря мячам в исполнении Рока Шимича, Карима Канате и Секу Койта. У Хартберга, напомню, Донис Авдияй прекрасные удары за штрафной площадью нанес. 3-1. И даже если сегодня сыграет ничью Штурм, что сейчас и происходит, то будет в последнем 32-м туре решаться судьба чемпионства. Но если сегодня Штурм победит, то станет чемпионом досрочно. Стартовал второй тайм. У микрофона по-прежнему Виталий Мазаев. И давайте напомню вам составы играющих команд, так как замен не было. С Хартберга начнем. В синей форме команда хозяев. В воротах Рафаэль Заллингер под первым номером. В обороне 20-й Мануэль Пфайфер, 12-й Михаэль Штайнвендер, 14-й Пауль Компош, 28-й Юрген Хайль, капитан команды. В полузащите 23-й Тобиас Кайнц, 45-й Мамадус Ангаре, 37-й Максимилиан Филафер. Сейчас будет удобнее, да, вот так следить. Давайте вместе проследим с этой графикой. Итак, Пфайфер, Штайнвендер, Компош, Хайль. Линия обороны в опорной зоне Тобиас Кайнц, 23-й в городом одиночестве. И далее смотрим параллельно за атакой Рэдбула и за этой графикой. Филафер, Сангаре, Прокоп, Фризер и Донис Авдеяй на острие атаки под 10-м номером. Главный тренер Хартберга Маркус Шоп, 50-летний специалист. Это Лукасучич, капитан Рэдбула, отправляется подавать очередной угловой. И давайте после углового вспомним состав Рэдбула. В нем тоже после перерыва никаких изменений не произошло. Подача. Не дотянулся до мяча Рафаэль Заленгер. Он разводит руками. Считает, что нарушали против него правила. Обращается он к главному арбитру. Давайте посмотрим, было ли там нарушение на этом повторе. Ну, да, возможно, была блокировка со стороны Флавиуса Данилюка. Итак, состав Рэдбула. В воротах Тимо Хорн. 13-й номер. Немецкий голкипер, у которого сегодня день рождения. В обороне. Доуда Гиндо, 29-й. Страхиня Павлович, 31-й. Самсон Байду, 6-й. Флавиус Данилюк, 25-й. Оскар Глух, 30-й. Секу Който, 20-й. Мамади Диамбу, 15-й. И Лука Сучич, 10-й. Карим Канате, 19-й. Року Шимич, 23-й. В нападении главный тренер, точнее, исполняющий обязанности главного тренера Рэдбула Онур Джинел. Здорово прошел здесь Абдияй. Я думаю, что недолго играть осталось Донису Абдияю в Картберге. Прекрасно себя зарекомендовал этот баснеец с немецким паспортом. Я думаю, что пойдет на повышение, ну а сейчас Картберг идет в атаку, в штрафную вошел. Мануэль Пфайфер упал, но арбитр был рядом и видел Алан Киес. Забыл я представить вам главного арбитра. Исправляюсь, 37-летний рефери. Алан Киес был рядом, все видел и 11-метровый не назначил. Если что, есть вар, напомню, в матчах австрийской Бундеслиги. Но сейчас видеоассистенты не понадобятся. Заллингер. Заллингер. Добойно выигрывать верховую борьбу. Донис Авдияй. 1 метр 73 сантиметра. Ну а вот так выглядит лайв таблицы. И как мы видим, штурм забил. Да, 43 очка. Вновь. У штурма 2-1 он ведет. И сейчас даже этот четвертый гол ничего не решает. Пропускает между ног Заллингер. Забивает очередной мяч Карим Канате. Но какая разница в счете? 4-1, 5-1, хоть 101. Если штурм удержит этот победный счет для себя, то станет чемпионом сегодня. Последний раз, напомню, штурм выигрывал австрийскую Бундеслигу в 2011 году. Здесь вновь пас из глубины убегает. 1 на 1. Карим Канате, вроде бы, Юрген Хайль перекрывал направление удара, но тем самым, возможно, даже помешал Рафаэлю Заллингеру. И на 50-й минуте счет становится 4-1 в пользу Рэдбула. Дубль. Карим Канате, Онур Джинел пожимает руки, но при этом прекрасно знает, если мы знаем, то и на тренерской скамейке Рэдбула уже известно, что штурм в параллельном матче забил и впервые вышел вперед. Ну, кстати, возможно, не информируют специально игроков на поле и на скамейке. Есть, да, такая практика, что забирают смартфоны и в раздевалках, и на скамейке, чтобы тем самым не сбивать и не деморализовать команду. 18-й гол в этом сезоне забивает уже Карим Канате. Он абсолютно лучший бомбардир австрийской Бундеслиги Марко Грюля, который играет в Рапиде 13 мячей на 5 мячей меньше. Показали нам Рубена Провиденса, Провиденса, точнее, он все же француз, который переоделся уже в игровую форму и, возможно, сейчас появится на поле у Хартберга. Бен Провиденса был куплен у Ромы прошлым летом за 500 тысяч евро. Хартберг в атаке, смещается в центр Максимилиан Филлафер, удар вышел. Переполненные трибуны, 4 с половиной тысячи мест, напомню, всего вмещает эта арена, но и городок-то небольшой, 6 с половиной тысяч Хартберг. Поэтому все пришли посмотреть, во-первых, последний матч домашний в сезоне, во-вторых, Рэдбул играет, в-третьих, в случае победы Хартберг практически гарантировал бы себе попадание в квалификацию Лиги Европы. Павлович поставили перед фактом, отдав эту передачу в борьбу, но с Татьяной Павлович постарался по максимуму обезопасить свои ворота. Угловой в итоге зарабатывает сейчас Хартберг, это Юрген Хайль. Что касается статистики по угловым ударам, то это третий угловой видит Хартберга. Рэдбул выполнил четыре подачи с угла поля. Ногас Кайнц будет подавать один из самых возрастных игроков, даже самый возрастной, ему 31 год. Самый возрастной в составе причем обеих команд. Такой удар из-за пределов штрафной, но это скорее удар отчаяния в исполнении Мамадус Ангары. Еще одна контратака Рэдбула. Шимич по правому флангу, вновь провал в обороне Хартберга. Решил пробить хорватский нападающий. Мамадус Фрафной заработал угловой. Лукасучич подаст после того, как будут произведены замены. Итак, Доминик Прокоп, который действительно ничем не запомнился, уходит вместо него Рубен Провиденс под 70-м номером и Максимилиан Филафер также ушел. Вместо него появляется сейчас посмотрим. Это Провиденс. Малиец. Малиец. А вместо Филафера вышел Усмане Диаките. Малиец. В самом количестве игроков из Мали теперь в составе в составах обеих команд на поле сразу пять малицев сейчас играют. Представляете, насколько популярны игроки из этой страны в австрийской Балдеслии. И если на замену еще выйдет Ненетер Желес, то шесть малицев будет на поле. Практически вся спорная. Контратака. Бежать. И бежит Хартберг. Но не точная передача Кайля. Он по-прежнему штрафной. Падает. Но нет, нет. Рядом был Алан Киас. Страхиня Пауллиджи сейчас под ним упавшего, рухнувшего капитана Хартберга. Здесь еще и в центре поля. Давайте посмотрим, что здесь случилось. Здесь мяч попал в лицо. Ну, а здесь, я думаю, Хайль надо сходить на актерские курсы. Ничего здесь не было. Никакого нарушения правил. Наткнулся на руку Дауды Гиндо. Юрген Хайль. Но больше интересно, что там с игроком, которому попал мяч в лицо. Это как раз-таки только что вышедший на замену Усманетти Аките. Ага, но все-таки Вар здесь изучает этот эпизод. Но я думаю, что это будет самый сомнительный 11-метровый, если его назначат в итоге Алан Киес пошел смотреть монитор. Ну, очень странно. Я думаю, что никакого пенальти там и быть не может. Анур Джанел как раз-таки сейчас подошел к главному арбитру, но Алан Киес они в принципе ровесники. Джанел на год постарше. Ноткнулся просто на руку, причем он ввел в заблуждение сам Юрген Хайль с этим своим раскачиванием. Дауду Гиндо стоял на месте, посмотрите, никакого движения не делает. Дауду Гиндо просто он вытягивает вперед руки, смотрит при этом на мяч и вообще не видит головы Юргена Хайля. Ну, не знаю, я бы за такое пенальти не назначал, но я не Алан Киес и вообще не арбитр. У них своя философия. Порой кажется именно так свои правила. Ну что, вот теперь призадумался и Алан Киес и впервые в нашем матче такая длительная пауза возникает, потому что первый тайм отыграли с одной добавленной минуты и достаточно быстро команды. Ну, а здесь не удивлюсь, кстати, что сейчас назначат 11-метровый Алан Киес. нет. Все же логика и справедливость восторжествовали. Нарушения правил со стороны Доуды Гиндо не было. И это увидели не только мы, но и 37-летний арбитр встречи Алан Киес, который сейчас этот спорный мяч отдаст Трахине Павлович. Павлович. Высоко прессингует Хартберг, но не поздно ли проснулись хозяева поля, где мы были в первом тайме. Мурджинел крупным планом наводит окон до справки, видимо, да, еще меньше месяца работает на посту главного тренера этот специалист. Час игры позади. 4-1. Какой-то неоправданный финт здесь выполнил Лукас Учич, но в итоге его товарищ по сборной Хорватии Роко Шимич заработал фолк и сохранил мяч для Зальцбурга. неудобно 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 передача обернулась опасным прострелом штрафной и Шимич здесь просто выступал в роли такого препятствия в надежде, что от него мяч отскочит в ворота, потому что на неудобной высоте шла эта передача и Шимич никак не успевал подставить ни ногу ни коленку ни грудь как-то так бедром переправил мяч в сторону ворота. Здорово здесь разобрался Провиденс из непростой ситуации вышел победителем и контратака Хартберга продолжается Провиденс открылся, но передача пошла на Сангаре Сангаре не точно и в итоге закончили упражнение хозяева поля упражнение под названием быстрая контратака Провиденс пробить но в последний момент видимо передумал 70-й номер Хартберга и удар в итоге не получился даже ударом это не назвать не назвать конец тяги деп владение мячом мы в первой половине встречи было преимущество у Хартберга сейчас вообще мне кажется за вот эти 17 с половиной минут от силы минут 5 мяч был под контролем Редбула однако именно гости забили во втором тайме в отличие от хозяина здорово прекрасная просто комбинация все в касании удар слишком долго все так быстро было все в таком темпе в такой динамике а совершающий удар Юргена Хайля пришлось ждать в соотношении с предыдущими передачами полгода вот здесь это уже финальная часть этой комбинации раз подстроился засеменил что-то прицелился и в итоге на крыльях Юргена Хайля извиняется перед своими товарищами по команде Авдеяй сокрушенно вздыхает угловой звучит как хайп сокрушенно вздыхает Авдеяй подача и даже удар по воротам получается у футболистов Картберга в сторону ворот проконтролировал Тима Хорн что мяч пролетит над перекладиной и ввел его в игру ну что ж сейчас болельщики Зальцбурга которые находятся у телеэкранов болельщики Зальцбурга которые находятся на трибуне болеют не за Зальцбург а за Ласк им необходимо чтобы клуб из Линца ну как минимум сравнял счет в домашнем поединке против Штурма иначе впервые с 2013 года повторюсь победит в Австрии не Редбул Зальцбург после 10 лет гегемонии ну что Конотэ хет-трик нет не хет-трик аморисменты Рафаэлю Залингеру который великолепно сыграл и не дал 20-летнему его арейцу забить свой 19-й гол в сезоне Диай наступил на мяч но сохранил его под контролем передачи пяткой от Мамаду Сангаре были абсолютно ни к чему Шимич поборолся заставил ошибиться соперника из-за боковой будет бросать Редбул здесь раздосаду Карим Канатэ поэтому смотрим его выход один на один достаточно было времени даже предостаточно пытался он раскачать Залингера Залингер на эти уловки не повелся Данилюк Данилюк все глубже глубже в бровку уходил Сучич неточная передача на Диамбу и приходится малейскому полузащитнику возвращать мяч на собственную половину поля Павлович Пойду Авдияй вновь один в поле Воин на четверых сразу пошел десятый номер Гартберга Провиденс потерял мяч Провиденс Сучич без нарушения правил Хайли у него мяч отнимает по мнению главного арбитра встречи и здесь нарушение правил со стороны Карима Канате откровенный толчок в спину но правда пошел извиняться сразу же нападающий Рэдбула и осознает что был неправ половина второго тайма позади но мы помним да был видеопросмотр была пауза примерно трехминутная так что в отличие от первой половины встречи я думаю здесь будет добавлено больше времени а у нас очередные замены у Хартберга Анжела Брюкнер появляется по третьим номерам вместо Доминика Фризера и еще появится Юлиан Хальвакс вместо Тобиаса Кайнса таким образом четыре замены уже произвел Маркус Шоп Рэдбул играет пока что без замен и опять опять Вар просматривает этот игровой эпизод на предмет красной карточки вот так казалось бы безобидная ситуация Карим Канатену подтолкнул слегка соперника но сейчас может быть удален нападающий Рэдбул и так пошел вновь Халан Киес изучать этот игровой эпизод пауза за паузой смотрим даже сами видеоассистенты оказались не готовы ага вот там не эпизод Другой эпизод смотрим а вот что здесь смотрит игру локтем или вот эту отмашку в сторону Страхини Павловича я думаю что не стоит удалять игрока Хартберга но дайте поиграть если сейчас удалить то никакой интриги и можно в принципе на этом матче заканчивать вопрос там с каким счетом победит Рэдбул 5-1 или 6-1 будет уже не столь актуально я вижу здесь игровой эпизод в котором оба игрока смотрят на мяч и эта отмашка мы не знаем тем более это фолл в атаке я понимаю если бы это был фолл оборонительного плана но здесь просто настолько сильно желал добраться до мяча игрок Хартберга что не заметил соперника можно рассуждать так а можно рассуждать согласно суровой и непоколебимой букве правил где такие эпизоды могут повлечь за собой красную карточку прямую красную карточку очень долго Alan Kies изучает этот момент я не знаю что можно там изучать по другому сыграно не будет ну что неужели красная карточка неужели красная карточка желтая желтая Alan Kies пощадил Мамадус Ангаре и это понимает сам Малиец и Донис Авдия и другие игроки Хартберга поэтому просят не прессинговать Alan Kies желтая так желтая играем в равных составах ну и ждем уже порядка пяти минут компенсированного времени после девяностой минуты наконец-таки покинули поле Фризер и Кайнц два ветерана можно сказать одному тридцать один год другому тридцать лет вместо них 21-летний Брюкнер и 21-летний Хальвакс вышли дорогу молодым дает Маркус Шоп ну а Alan Kies несет мяч Тима Хорну и видимо просит его выбить по правилам фэрплей куда-то далеко далеко нет начали просто отворот игроки Red Bull шестая желтая карточка у Мамаду Сангаре в этом сезоне ну вот это пауза конечно темпо-ритм немножечко да даже хорошенько так подубило на мой взгляд только-только что-то начало получаться а так и на атаку стали отвечать друг другу соперники как вновь пауза и начинай с начал Хальвакс первые касания после выхода на поле не самые продуктивные здесь еще и передача в борьбу но справился с ней Мануэль Пайпер уже потом мяч будет под прессингом потерян Заленгер далеко вперед с левой ноги прошла передача Оскара глухо я думаю что сейчас в течение пяти минут мы увидим первые замены у Рэдпур Хальвакс уже отмечали Донни Савдияи ростом 173 сантиметра не самая лучшая цель для верховых передач Хальвакс очень заметен ни Фризер ни Кайнц так не были заметны как вышедший на замену Юлиан Хальвакс Заленгер внимательно изучает рекогностировку футбольного поля в Хартберге точную передачу отдает на Сангаре Диаките Сангаре Хальвакс под прессингом ошибается 25 номер Хартберга прекрасная передача а здесь Канате пожадничал Шимич говорит ну пропусти ты мне мяч я же вхожу на скорости в штрафную вот видите уже замахивался Шимич но Карим Канате жаждет хет-трика и жадность его сейчас сгубила но вот то о чем я и говорил первая замена Рэдбула Люка Гурнадуат вместо Оскара Глуха появляется на 75-й минуте Люка Гурнадуат которому все прочли такое большое будущее но он пока что по-прежнему играет в Рэдбуле в Зальцбурге напомню что Гурнадуат перешел в Зальцбург летом 2022 2022 года из Сент-Этьена за 15 миллионов евро это стало рекордным трансфером в истории не то что Рэдбула а всего австрийского футбола и Гурнадуату сейчас смотрим эту атаку он не точный удар Гурнадуату тогда было всего 19 лет и многие говорили что это лучший опорник мира в будущем что это просто человек который станет вместо Нголо Канте в сборной Франции так как Гурнадуат выступал за сборной Франции до 16 до 17 до 19 до 20 лет до 21 года но в основную сборную Франции Дидье Дешам так ни разу Люку Гурнадуата не пригласил ему в августе исполнится 21 год по-прежнему молод но вот за это время своего пребывания в Редбуле Люка Гурнадуат даже перестал уже попадать в стартовый состав корни у него из Центральной Африканской Республики но родился во Франции в городке Вильню в Сен-Жорж и уже за время своего пребывания в Редбуле Люка Гурнадуат сыграл за Зальцбург сегодня свой 66-й матч таким образом играет и опережает свою же статистику в Сент-Этьене в Сент-Этьене 65 матчей и 1 гол столько же было и в Редбуле вот теперь 66 матчей в Редбуле и этот клуб становится главным в карьере сегодня становится главным в карьере Люки Гурнадуат пока сейчас стоит 12 миллионов евро Гурнадуат перешел напомню за 15 2 года назад то есть потерял на цене и это неспроста вы понимаете такое бывает особенно когда молодым футболистам дают не просто навешивают ярлыки будущих звезд а будущих суперзвезд ну а нам вновь показывают турнирную таблицу и это неспроста Ласк сравнял Ласк сравнял 2-2 в матче Ласка и Штурма и теперь вновь Зальцбург неспроста нам показали фанатов да они-то это узнали первыми и сразу же запели потому что Штурм таким образом пока что не становится чемпионом Австрии и все будет решаться в заключительном 19 туре но еще есть время и в Линце на то чтобы забить Штурму так что продолжаем с интересом наблюдать за матчем в Хартберге оглядываясь на параллельную встречу здорово на 2 неточная передача жестко играет Хайль дает играть Алан Гиес мяч остался у Хартберга Сангаре Авдиай Повиденс Почерпачок Авдиай потерял ворота видимо Донис Авдиай пробил не точно Сучит Сучит Очередной заброс. И вновь он проходит. И вновь он проходит. Карим Канате. Хет-трик. 5-1. И 19-й гол в сезоне 19-го номера Рэдбула. Ну что, где в следующем сезоне ждем Карима Канате? Этого 20-летнего паренька. И второй из трех мячей он забивает между ног. К Рафаэлю Заллингеру. И второй из трех мячей. Ну как под копирку. Ну такой же был мяч. Номер 4. Здесь даже сассистировал Пауль Компош. Кариму Канате. Вот так головой идеальную свечку зажег. И попал. Вновь попадает Карим Канате. Хет-трик. И вуарийца. Свой 17-й, 18-й и 19-й мячи в сезоне. Он забивает в ворота Хартберга. Это уже можно назвать разгромом. 5-1. Рэдбул делает все от него зависящее для того, чтобы остаться в чемпионской гонке. 10 минут основного времени. Но я думаю, что еще минут 5 добавит Алан Киес. Было два видеопросмотра. Уже 5 замен. И еще 5 может произойти в оставшееся время. Уже так спокойно катают мяч Страхиня Павлович и Самсон Байду. Дал я вам послушать, как поют болельщики Зайцбурга. И притихли, конечно же, фанаты Хартберга. Прекрасная погода. Хочется, конечно, такую картинку и на улице Москвы, и других российских городов. Все будет. Будет и на нашей улице Солнце. Провиденс. Сангаре. Вот не сказать, что плохо играет Хартберг. Не сказать, что явная такая разница в классе. Сохраняет мяч Павлович. Нет, не сохраняет. Все-таки дает свисток Алан Киес. Не сказать, что настолько уступает в классе Хартберг сегодня по игре. Но что есть, то есть. Итак, еще замены. Алекса Терзич появляется. И Ненетер Желес. Вот теперь точно. Шесть малийцев на поле. Меняет Карима Конате, который сегодня оформил хет-трик. Ненетер Желес под 45 номером появляется. И Алекса Терзич не успел видеть, кого он заменил. А, все логично. Даудагиндо поле покинул. Алекса Терзич под третьим номером. 24-летний сербский защитник появился. Таким образом, три замены Рэдбул уже провел. Еще две может он Урджинел произвести. И за боковой Хаэль. Зажигает свечу Юлиан Хальвакс. Мяч пошел на двоих. Прошел эта Желтая карточка. В смысле? В смысле? Как это? Как это? Как это возможно? Алан Киес. Вы куда смотрели? В этот солнечный австрийский вечер. Там настолько явная задержка руками. Да. Мне кажется, Рокош Имич просто опешил от того, что даже Штрафнова, ладно, Желтая карточка, даже Штрафнова не назначил орбитом. Причем мяч-то был, не остался у Рэдбула. И такое бывает. К счастью, достаточно редко. Потому что хотелось бы, чтобы за такое наказывали. Это срыв в потенциально опасной контратаке. Достаточно грубый срыв. Нет, джентльменский. И на глазах, причем в метре был главный арбитр встречи, но не заметил ничего в упор, что называется. Не проходит эта передача. Да, Шимич. Файфер здесь обороняется. Ну вот, Хартберг, я говорил, да, что нет такой разницы в классе. Вот Мануэль Файфер. Сегодня не его день. Много очень ошибок допустил тут защитник. И ошибок таких роковых, можно сказать. Торжелес. Соблокировали удар. Малийца. Чич. Данилюк. Дюрнадуат показывает, что Шимич вот туда мне отдай передачу. Не отдал. Француз. Расстрел все равно не проходит. Здесь еще Алан Киес не участвовал. И все же останавливает игру. 37-летний главный арбитр. Абдиай. Раз болит руками, дескать, ну, почему сразу не остановили? Зачем можно было вот этот вот диагональный пас совершать? Да, что-то как-то потерялся. Может быть, австрийское весеннее солнце напекло голову главному арбитру встречи. Вот последние две минуты для таких каких-то непонятных. Не то, что, ну, одну ошибку, да, а вторую просто достаточно странное решение принял. Вот сейчас, в моменте, когда он решил отдать мяч Хартбергу. Конечно, идеальным, идеальным развитием событий было бы, чтобы в 32-м туре Зальцбург играл со Штурмом. Вот это была бы драматургия, да, вот это была бы просто поэзия. Бола. Но нет, так не бывает. Напомню, еще раз Штурм сыграет с Аустрией, с Клагенфурта, а Зальцбург примет ласки. С точки зрения, вот так, на первый взгляд, у Штурма задача попроще, да, ему достаточно там, чтобы просто не проиграть. Даже можно и проиграть Лагенфурту, главное, чтобы не выиграл Зальцбург у ласка. А ласка-то пободается. Более того, Штурму можно даже проиграть в последнем туре, а Зальцбург, даже если в ничью сыграет, не то, что проиграет, а даже ничья, и поможет ему стать чемпионом. Только один вариант развития событий, в котором Рэдбул может стать чемпионом Австрии в одиннадцатый раз подряд, это если он побеждает в последнем туре ласк, а Штурм при этом проигрывает Аустрии с Клагенфурт. Если можно еще поверить в то, что Зальцбург дома победит ласк, то вот то, что Штурм проиграет Клагенфурту, в это верится с трудом, учитывая, что если мы посмотрим на результаты команды из Граца, то последний раз в чемпионате Австрии Штурм проигрывал 31 марта 1-0 Рэдбулу, при этом Штурм тогда играл в девятером, то есть уже 6 недель, а к 19 числу и 7 недель без поражений будет у Штурма. И уж точно Аустрии Клагенфурт не выглядит той командой, которая сможет победить Штурм. Вообще прекрасная вторая половина сезона у Штурма, он, если брать возвращение 2024 год, официальные матчи, в официальных матчах в 2024 году Штурм проиграл только Лилю в Лиге конференций и, собственно говоря, Зальцбургу 31 марта. Всего два поражения. И при этом, знаете, в скольких матчах, сейчас, чтобы не соврать, скажу. В 21-м матче всего два поражения у Штурма в 2024 году. Это я к чему отвлекся? К тому, что задача-то пока что не завершена, да, Рэдбул может стать чемпионом, но для этого надо, чтобы в последнем туре Штурм проиграл Тома Клагенфурту. Впервые за 49 дней. В общем, нет ничего невозможного, конечно, но Зальцбургу нужно будет сильно верить в Клагенфурт 19 мая. Ну, а у нас последняя минута основного времени. Штрафной Донис Авдиай будет подавать. И интересно, сколько добавит Алан Киес. Мне кажется, что минут пять так точно. Смотрим за подачей. Авдиай. Хороший навес. И мяч уходит от головы, по-моему, Диаките. Последний коснулся. Так оно и есть, это удар от ворота. Шесть минут. Шесть минут добавляет Алан Киес. Нет, угловой. Все же угловой. Долго готовится Авдиай. Подача в район линии штрафной. Там Доржелес снимает с ноги у Сангаре. Два сорок пятых номера сошлись. Шимич не смог обработать мяч с первого раза. Но он никуда и не спешил, собственно говоря. Гурнадуа. Налево. Прекрасно сыграно на перехвате. По касанию Халевокса. Хотел продлить эту контратаку. В итоге 21-летний полузащитник Хартберг Завр работал очередной угловой для своей команды. Ну а вот оставшиеся две замены. Успеют ли появиться на поле игроки Зальцбурга? Я думаю, да. Особенно если сейчас мяч покинет пределы поля. А даже до углового уходит уже Рокко Шимич. Вместо него Петер Радков, серп 20-летний, появляется под 21-м номером. И там еще был, по-моему, Мусаео. Да, Мусаео. Таким образом, семь малийцев на поле в составе обеих команд. Теперь и пять замен провел. И он урджинер. Да, семь малийцев это, конечно, много. Нигде, мне кажется, ни в одном-другом матче мира, кроме чемпионата Мали, невозможно это увидеть. Половина добавленного времени позади. Пять-один. Ну и, напомню, хет-трик Карима Канате. Мяч Рокко Шимича и мяч Секу Койта. Это все пять забитых мячей и Тунис Авдия единственный, кто отличился в составе Хартберга. Так, ну что ж, Штурм и Ласк завершили свой матч. Там 2-2. Таким образом, все решится в последнем 32-м туре 19-го мая. Когда Штурм сыграет Саустрик Лагенфурт, а Рэдпул примет Ласк. Рэдпулу нужна только победа и при этом поражение Штурма. Штурму достаточно, чтобы Рэдпул сыграл ничью или проиграл, или просто выиграть у Лагенфурта и тогда без шанса. Угловой очередной. Авдия и раз за разом бежит очень быстро к угловому флагу в надежде забить хотя бы второй гол Престижа. С углового смотрим. Ну, пока не получается, как мы видим. Раз за разом надежно играют игроки Рэдбула в собственный штрафно. Ну что ж, поздравляем Рэдпул с победой. Я думаю, ничего уже не произойдет. Четыре мяча подряд Хартберг за эти 40 секунд не забьет. И спасибо Ласку, который не дал Штурму досрочно стать чемпионом. Таким образом, до последнего тура сохраняется интрига в чемпионате Австрии. Сможет ли Штурм прервать гегемонию Рэдбула и выиграть впервые с 2011 года? Или же Рэдпул заберет 2011 титул подряд и по-прежнему будет чемпионом Австрии. Напомню, начиная с 2007 года всего три команды, кроме Рэдпула, побеждали. Это Рапид в 2008, Штурм в 2011 и Аустрия в 2013. Все остальные 14 раз выиграл Рэдпул. Авдеяй! Авдеяй! Нет, Павлович заблокировал этот удар. И в этом году может 15-й раз стать чемпионом Австрии Рэдпул. Именно под этим именем, да, потому что это клуб Зальцбург выигрывал в 97-м году, например. И в 95-м, и в 94-м. Но именно под именем Рэдпул Зальцбург может в 15-й раз стать чемпионом Австрии Рэдпул. Но при этом шансы минимальные, да, что у Штурма, как вы понимаете, там огромное количество процентов. Уже четвертый по счету, по-моему, в добавленное время угловой подает Донис Авдеяй. И всегда с правого фланга, но счет при этом не меняется. Решил разыграть. Провиденс, подача. Нет. И звучит финальный свисток. Рэдпул Зальцбург побеждает 5-1. Набирает 39 очков. И 19-го мая все решится. Вместе с вами за событиями в Хартберге смотрел Виталий Мазаев. Спасибо всем огромное, друзья. Ждем наступления весны и ждем развязку чемпионата Австрии в эфире телеканала «Старт». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова